Дресс-код Это актуально. Здравствуйте. Для начала короткая выдержка из кодекса. При исполнении служебных обязанностей государственный служащий должен способствовать укреплению авторитета аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает официальность, сдержанность и аккуратность. К сожалению, насчет наличия дорогих аксессуаров и украшений, летних часов, дорогостоящих смартфонов уточнений нет. Ранее агентством разработаны и распространены рекомендации по требованиям к форме одежды государственных служащих и краткие памятки с основными положениями этического кодекса. Согласно рекомендациям, основные требования к одежде – практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида. Одежда может отличаться некоторой объемностью, то есть не сковывать движений, но в то же время позволяет выглядеть серьезно. Главное, чтобы костюмчик сидел. Из чего он сделан и какого он цвета тоже имеет значение. Важно не выделяться. А как же авторитеты и самовыражение, спросят сейчас начинающие чиновники. Встречают же, как известно, по одежке. Здесь разработчики кодекса госслужащего советуют утверждаться в коллективе за счет правильных поступков и реальных действий. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю. Исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Наиболее подходящими цветами костюма и платья считаются светлые либо темные. При этом недопустимым в одежде государственно служащего мужчины является следующее. Короткие носки, оторванные или полуоторванные пуговицы, мятый костюм, несвежая сорочка, плохо завязанный галстук, нечищенная обувь, яркие кричащие цвета детали одежды. Впрочем, некоторых представителей власти по-прежнему заботит скорее не наличие модных карманов, а их содержимое. Поэтому чиновники и продолжают брать взятки, из-за чего самые жадные сейчас ожидают далеко не модного приговора. Те, кто еще в строю и не успел лично познакомиться с коррупцией, в самое ближайшее время ждут приятные, а главное, законные бонусы. За последние пять лет в Казахстане 75% привлеченных за коррупцию – это госслужащие среднего и низового звена с низкой зарплатой. Видится вполне справедливым общественное мнение о том, что руководители берут взятки из алчности, а простые специалисты – от нужды и откровенной безысходности. Резервы в госорганах есть, поэтому увеличить зарплату госслужащим как минимум в два раза вполне реально. Это способ проверенный, его у себя внедряли государства с низким уровнем коррупции, такие как Сингапур, Гонконг и страны ЕС. Там за счет существенного повышения зарплат удалось снизить коррупцию и обеспечить приток в госаппарат высокопрофессиональных кадров. Вместе с тем, если мы уж перенимаем международный опыт, необходимо ужесточить наказание для коррупционеров. Для начала отменить условно-досрочное освобождение. Метод кнута и пряника исторически так сложилось, считается самым эффективным. Это актуально. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова